Только в 2022 году США выделили Украине военной помощи на сумму более 27 миллиардов долларов. Очередной крупный пакет военной помощи Украине на 350 миллионов долларов Белый дом предоставил 20 марта 2023 года. В него вошло множество разных типов боеприпасов. Путин считал, что Украина слаба, а Запад разделён. Как вы знаете, господин президент, я сказал вам в самом начале, «Он рассчитывает на то, что мы не будем держаться вместе. Он рассчитывал на неспособность сохранить единство НАТО. Он рассчитывал на то, что мы не сможем привлечь других на сторону Украины. Но он просто ошибся. Год спустя доказательства прямо здесь, в этой комнате. Мы стоим здесь вместе». В конце ноября 2023 года Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи Украине в сфере безопасности и обороны на сумму 100 миллионов долларов. Это 51-й транш оборудования, предоставленный администрации президента США Джо Байдена из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года. Пакет включает дополнительные средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование, которое поможет Украине защитить свою суверенную территорию и бороться за свободу от продолжающейся агрессивной войны России. Из сообщения пресс-службы Министерства обороны США на сайте ведомства. В пакет включили дополнительные зенитные ракеты «Стингер», высокомобильную артиллерийскую ракетную систему «Хаймерс» и дополнительные боеприпасы, артиллерийские снаряды, ракеты «ТОВ» с оптическим наведением, противотанковые комплексы «Джавелин» и «АТ-4», более трёх миллионов патронов к стрелковому оружию, боеприпасы для разрушения препятствий и другое вспомогательное оборудование. Президент Байден сформулировал чёткую цель – Соединённые Штаты стремятся к свободной и суверенной Украине, которая сможет защитить себя сегодня и сдерживать дальнейшую российскую агрессию в будущем. Поэтому вместе с нашими союзниками и партнёрами мы должны продолжать работать, чтобы помочь Украине дать отпор российским силам сегодня и создать будущие силы для Украины, которые смогут сдерживать ещё большую российскую агрессию в ближайшие годы. За время президентства Байдена США выделили Украине почти 45 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности. В частности, среди переданного вооружения – танки «Абрамс», боевые машины пехоты «Брэдли», бронетранспортеры «Страйкер», реактивные системы залпового огня «Хаймерс», зенитный ракетный комплекс «Петриот», системы ПВО «Насамс» и противотанковые ракетные комплексы «Дживелин». А всего в списке Пентагона – 100 различных позиций. «Весь мир наблюдает, что будут делать Соединённые Штаты. И подумайте, если мы не поддержим Украину, что будет делать остальной мир? Давайте сделаем это. Мы являемся причиной того, что Путин не полностью захватил Украину и не вышел за рамки этого». Вклад США и лично Джо Байдена в победу Украины в войне, которую развязала Россия, сложно переоценить, считают эксперты, поскольку именно от позиций Штатов зависят и поставки оружия Украине, и глобальная поддержка западных союзников.